Когда возраст подходит к пенсионному, а записи в трудовой книжке ни одна, ни две, разобраться самостоятельно в алгоритме поиска документов бывших работодателей непросто. Граждане часто обращаются в Управление юстиции за консультацией по такой проблеме. Ведь нужно знать дальнейшую судьбу организации, в которой человек работал, а также в какие архивы следует обратиться, чтобы найти документы, подтверждающие стаж работы и размер заработной платы. Но время не стоит на месте, и узнать необходимую информацию можно с помощью веб-портала. С 2003 года у нас в стране пошел процесс персонифицированного учета, поэтому именно искать надо документы до 2003 года. Значит, первая помощь человеку – это есть веб-портал ЕГР, информация из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вы заходите на веб-портал ЕГР, задаете параметры той организации, которая вас интересует, сверяя запись в трудовой книжке, и осуществляется поиск бесплатно. Вы на экране видите, где эта организация, ее правовой статус. Она действующая, ликвидирована, реорганизована, и плюс ее юридический адрес. Если организация действует, то следует обращаться по указанному юридическому адресу на веб-портале за необходимым пакетом документов. А что делать, если организации уже не существует? Тогда человеку ничего не остается, кроме как обращаться в территориальные архивы. Больше никто помочь не сможет. Надо учитывать такой исторический момент, что территориальные архивы были созданы в период с 2000 по 2002 год. То есть в период массового начала ликвидации субъектов хозяйствования. Естественно, что если организация закрывала, прекращала свою деятельность при ликвидации до 2000 года, документы вообще могли не поступить ни в какой из архивов. Поэтому в процессе исполнения таких запросов социально-правового характера территориальные архивы накапливают информацию о местах возможных хранений документов. Потому что если это была реорганизация, то документы могли по цепочке, как я уже ранее говорила, поступить. Тогда в своем ответе архив, либо он даст положительный ответ, подтвердит труд и заработную плату, так как документы пришли в архив, либо он даст отрицательный ответ, что документы в районный архив или городской не поступали. И если у них накоплена информация справочная, где они могут быть, он даст рекомендацию. Ежегодно на хранение в архивы Брестской области поступают около 20 тысяч дел. Только в 2020 году были переданы дела 709 ликвидированных организаций и 464 индивидуальных предпринимателей. За прошлый год специалисты архивов исполнили порядка 5000 запросов о подтверждении стажа и размера заработной платы, из которых 63% выполнено с положительным результатом. Всего по состоянию на 1 января 2021 года в Брестском городском архиве находится 101 515 единиц хранения от 4353 организаций и более чем 3500 индивидуальных предпринимателей. В их числе находятся документы таких крупных организаций, как Брестская мебельная фабрика, Брестский консервный завод, Открытое акционерное общество «Металлист», Открытое акционерное общество «Москва» и ряд других организаций. В случае, если ответ специалистов отрицательный, документы в архив не поступали, а такое вполне возможно, алгоритм ваших дальнейших действий такой. Человек должен обратиться в территориальные органы регистрирующие, то есть, как правило, отделы экономики в рай-городсполкомах за справочкой выписка из ЕГЭРа о правом статусе организации, что она была ликвидирована в таком-то и таком-то году. Значит, тогда у него на руках получаются два документа. Отрицательный ответ архива, что документы не поступали, их местонахождение неизвестно, и справка с единого государственного регистра с ЕГЭРа, что статус организации ликвидирована, например, в 1996 году, в 2001 и так далее. Ну а дальше прямая дорога гражданину – это территориальные органы по труду занятой социальной защиты для получения консультации. То есть, только специалист может посмотреть, оследить все годы и посмотреть, необходимо ли человеку для подтверждения размера заработной платы обращаться в суд по установлению факта, имеющий юридическое значение для назначения пенсии. То есть, суд просто по заявлению гражданина будет устанавливать средний размер заработной платы по данной профессии и должности, так как документы в районном архиве не сохранились. Но все же суд – это последняя инстанция, и дело до него может просто не дойти. Ведь в области работает 18 территориальных архивов, в которых хранится более 222 дел от 8 тысяч организаций.